Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет, и сегодня у нас любимый праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери, Пресвятая Богородица, спаси нас. Вот так получилось, что русский человек, он особенно любит Божью Матерь, и Россия, этот дом Пресвятой Богородицы, вот с самого начала, как только приняли христианскую веру, стали строиться храмы, посвященные Божьей Матери, ну скажем, в честь Успения, да, Успения это Богородичная Пасха, когда Пресвятая Богородица, расставшись с земным миром, взошла в обители небесные и стала покровительницей всех христиан, и вот на Руси очень много храмов, очень много икон, посвященных именно Пресвятой Богородице, вот сотни, наверное, икон, образов разных, и может быть даже самый почитаемый, или один из самых почитаемых, это именно казанский образ Пресвятой Богородицы, и дело тут вовсе не в каких-то там внешних, ну эстетических красотах, да, особенности там художественные, изображения лика, или тем более уж какие-то там оклады, украшения, это все вторично и не так важно, а дело тут во внутреннем отношении русского человека к Божьей Матери, и вот это вот почитание икон, на самом деле это почитание Божьей Матери, это идет из сердца русского человека, это рождается из внутренней любви, и, конечно же, Пресвятая Богородица, она откликается на любовь своей любовью. И вот, братья и сестры, еще сразу скажем, что история казанской иконы Божьей Матери, она в каком-то смысле созвучна судьбе самой России, вот когда она появляется, там времена тоже были очень непростые, конец 16 века, да, и затем вот как идет, и потом, значит, смутное время, и потом все, вот эти все перипетии исторические, это все было очень созвучно судьбе самой иконы, и об этом мы тоже сегодня упомянем. Причем явлена казанская икона была несколько парадоксальным образом, она почитаемая на Руси, а явлена в Казани. И явлена когда, когда все погорело, вот был пожар, страшный пожар в июне 1579 года, причем тут мы добавим, что ведь прошло всего лишь 27 лет с того дня, когда Казань была присоединена к царству российскому, и не так много еще там было христиан, вот, и они испытывали притеснение, и тут вдруг начинается пожар, значит, есть такие вот даже документированные источники, это вот как раз то, что записал священномучник Ермоген, когда он был митрополитом казанским, а до этого он был там простым священником по имени Ермолай, и он записал всю эту историю, то есть есть своего рода такой документ, и вот пожар, он начался во дворе царского воина Данилы Анучина, не очень далеко от церкви святого Николая Тульского, ну, это один из образов святителя Николая, то есть бывает там Можайский, Зарайский, Тульский, и храм был посвящен святителю Николаю, и вот во дворе царского воина начинается пожар, перекидывается на следующие дома, значит, ветер подхватывает пламя, все вокруг горит, и Кремль пострадал, да, и посад почти весь выгорел, а получилось так, что христиане, которые здесь жили, у них дома погорели, и не христиане смеялись над ними, вот вы тут, значит, про веру Христову говорите нам, про всякие чудеса, а вас сам, значит, Бог и наказал, и вот тогда-то как раз Господь являет чудо и знамение, благодаря которому вера православная, она и просияла, девочке по имени Матроны, которой всего лишь 10 лет, она дочь некоего стрельца, и вот этой девочке видение является сама Божья Матерь, причем она является в виде чудного образа, то есть именно уже иконы как бы ей предуказаны в этом видении, и вот Пресвятая Богородица велит этой девочке сообщить взрослым людям, чтобы они копали во дворе сгоревшего дома, ну, прямо вот на месте вот этого пепелища, и там будет обретена чудотворная икона, от которой явлено будет множество милости православным христианам, и что здесь сразу удивительно, то, что Пресвятая Богородица, вот она является не градоначальнику, допустим, да, не боярам, не вельможам, даже не епископу, ну, даже там архиепископ был в городе, вот не ему, не святителю, и не старцу умудреному, а простой девочке, десятилетней, чистой, благочестивой девочке, а почему так? Потому что сказано, будьте как дети, ибо таковых есть Царствие Божие, и душа ребенка, она не лукава, у него нет вот таких хитросплетений, как у взрослого человека, и бывают такие вот чистые детские души, которые в простоте сердца посвящают себя Господу, и поэтому они сподобляются действительно от Господа каких-то откровений. Ну, и вот представьте, что вот эта вот маленькая десятилетняя девочка Матрона получает такое откровение, а дальше как быть? Она, конечно же, обращается к своей маме, начинает ей рассказывать. Ну, а взрослые люди, они как относятся к детям? Что вот дети пристают, а у нас такие вот важные дела, да и надо дом там восстанавливать уже, заново, значит, все строить, и ты вот отстань, не приставая там со своими рассказами детскими. Но девочка пыталась опять, а потом ей неоднократно, кстати, там два или три раза даже были такие видения, и в очередной раз Божья Матерь даже очень строго ей вот так вот сказала, и девочка приходит, вот Матрона к своей маме и говорит, что вот мне уже явилась икона, и от нее как будто вот такой вот огненный свет, который опаляет меня, исходил, и я услышал, что вот если ты не сообщишь про это, да, то тогда я свою икону явлю на другой улице и в другом городе, а ты будешь страдать и болеть всю жизнь. То есть даже такое строгое вразумление для того, чтобы, видимо, побольше было активности, и вот девочка говорит про это своей маме, и мама уже тогда проникается, и вместе с ребенком идет она к кому? Идет к воеводам. Ну, приходит к воеводам, значит, рассказывает про это, а как воеводы отреагируют? Ну, вот, значит, не пойми про что, про какие-то там видения, да, и нам для чего это нужно вообще, мы тут люди серьезные, и вообще вот, ну, идите тогда, раз это религиозный вопрос, идите к архиепископу. Пошли они к владыке Иеремии. Тот выслушал, значит, да, но как он мог отреагировать, что, ну, вы, значит, там не отвергаете, не принимаете, в принципе, это правильный такой аскетический совет, и он их отправляет обратно. И как же тут быть? Получается, что вроде как бы никто не откликнулся, и тогда мама, она вместе с Матроной идет, возвращается домой и начинает рассказывать соседям, значит, простым людям. И мы вот тут думаем, что они, значит, тут же воодушевились, стали вместе с мамой обретать икону, вовсе нет. И люди с большим интересом выслушали рассказ про явление Божьей Матери, и вот удовлетворив свое любопытство, разошлись по своим домам. И вот тогда уже мама сама начинает приниматься за работу, берет в руки заступ и начинает копать. И уже после этого, когда вот она копает, да, то некоторые заинтересовались, подходили, спрашивали, и она говорит, что я вот ищу икону Божьей Матери, потому что это было открыто, здесь есть чудотворная икона. И некоторые люди стали уже к ней присоединяться. Они все перерыли и ничего не нашли. И обычно мы вот как поступаем? Доходим до какого-то препятствия, да, упираемся, и все. Значит, не получилось, ну, значит, и нет воли Божьей, да, и смысла никакого нет. А оказывается, нет. Вот может быть, Господь, он действительно ведет через такой вот трудный путь, но этот путь увенчается в конечном итоге успехом. И тогда уже присоединяется сама девочка, десятилетняя Матрона. Она недалеко от того места, где печь располагалась, сгоревшего дома, начинает копать и прокопала где-то вот около двух локтей, ну, это считаю, примерно один метр в глубину. И там вдруг она обретает икону. Причем икона, она была завернута в такое полотно, даже не то чтобы полотно, а как вот мы видим в документах, икона была завернута в рукав вишневого цвета, рукав от кафтана. То есть, видимо, тот, кто прятал. И на самом деле есть такое одно сказание в летописи, там приводится, что была некая вот исповедница благочестивая, тоже девица, которая приехала с этой иконы из Нижнего Новгорода и жила в Казани как исповедница веры Христовой, а перед смертью она спрятала, как бы закопала в земле, чтобы не пропал этот образ. И уже другой чистой девице, Пресвятая Богородица, этот образ открывает. Казанская икона, она ведь и казалась не такого большого размера, как мы думаем, раз ее даже в рукав можно было спрятать, рукав от простого кафтана. Она была размером примерно 23 на 27 сантиметров, и когда развернули, то она аж засияла, как будто недавно написанная икона, и поразила своим видом всех. Ну и тут, конечно же, молва сразу же распространяется, и оповестили епископа, и всех, кто не так далеко находился. Тут же все православные христиане стекаются к этому месту. А ближайшим священником как раз из церкви неподалеку был отец Ермолай. Это будущий священномученик Ермоген, исповедник православия и защитник государства российского. Когда смутное время наступит, то он будет одним из таких ведущих деятелей и защитников Руси среди тех испытаний. И вот сейчас он еще простой священник, и он как раз спешит тоже к этому месту. И отец Ермолая, священномученик Ермоген, он был первым священнослужителем, который из рук девочки принимает казанскую икону Божьей Матери, показывает людям, осеняет собравшийся народ. Он первым служит молебен перед ней, и он по благословению архиепископа Иеремии переносит святой образ в храм, где тоже служится молебствие. И вот священномученик Ермоген, тогда отец Ермолай, он записывает первые чудеса. Тут же, значит, исцеляется вначале один слепой, еще по пути, когда икону несли. Потом второй слепой исцеляется. Вот слепые там часто исцелялись. Помощь получали самые разные страждущие. Вот, например, записано, как некто Казьма Акулов из Близлежащих Селений, он «бысть во иступлении ума». Вот так по-славянски написано. Бысть во иступлении ума. То есть, что-то у него произошло с психикой, и нарушилось, значит, сознание. И, конечно же, сам он страдал, и ближние мучились. И ближние посоветовали ему как раз идти к казанской иконе Божьей Матери. Ну, видимо, он мог и сам дойти. Вот. И он устремился, да. И когда пришел, присутствовал на молебне, и сам со своей молитвой приложился с верой, благоговением к честному образу, и тут же получил облегчение. То есть, болезнь от него отступила, ум его прояснился, и дальше он жил уже в славе Господа и в благодарности Божьей Матери. А потом приносит мама своего ребенка, вот мальчик, который на руках у нее. И он тоже был, кстати, вот слепой. И когда его приложили к иконе, то он прозрел и стал ощупывать сразу лицо своей мамы. Он не видел, вот вдруг увидел, удивился, стал ощупывать ее лицо. А владыка Еремия велел дать ему яблоко, принесли красные яблоки, он тоже стал его рассматривать, так щупать, трогать. Для него это что-то необычное, когда глаза открылись, и это было явное такое чудо. И вот отец Ермолаю написал много таких чудес, как некий боярский слуга Ивашка, имел жену с больными ногами, ее тоже принесли к иконе, помолились, и она приложилась, исцеляется. И много-много таких чудес. То есть Божья Матерь, она сразу являет свою икону как чудотворную, и показывает, что она благословляет православных людей и помогает им. А священномученик Ермоген, он не просто описал все эти события, именно он написал богослужение, посвященное Казанской иконе Божьей Матери, и знаменитый вот этот тропарь, «Заступница усердная, Мать и Господа Вышнего, за всех молишь и Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творишь и спастись, и в державный Твой покров прибегающим». Вот когда мы произносим эти святые слова, мы молимся вместе со священномучеником Ермогеном. Он на небесах, а мы на земле. Но все обращаемся к Царице Небесной, и она благословляет всех, она осеняет с небес своим благословением и держит свой честный покров над православными людьми, которые совершают свое шествие среди испытаний земного мира. И, конечно же, сразу известили царя Ивана Грозного, и тут же написали первый список с Казанской иконой Божьей Матери, отослали к царю. И вот, кстати, что интересно, что царь, он тут же распорядился, чтобы на этом месте, вот где сгоревший дом, где была обретена икона Божьей Матери, был основан монастырь, и он действительно возник, женский монастырь, богородицкий девичий монастырь. И девочка Матрона, она, кстати, стала одной из первых инаконей этой обители, и в постриге приняла имя Мавра. Ну, есть такие сведения, что и мама ее там тоже приняла постриг, а вообще про девочку Матрону больше никаких сведений нет. Вот это тоже удивительно, что, в общем-то, описано обретение, какие чудеса происходили, дальнейшая судьба иконы. А девочка, она настолько смиренная, кроткая, что всем сердцем послужила Господу, приняла вот это откровение, донесла его до людей, обрела сама образ святой, передала его священномученику Ермогену, и дальше она не хочет прославления сама, она живет тихо, чисто, скромно, посвятила себя монашеской жизни, и о ней вообще ничего неизвестны. И, может быть, вот благодаря таким молитвенникам, тихим, скромным, чистым, который и по сей день на самом деле есть среди русских людей, может быть, благодаря им и стоит еще русская земля. Ну, а что касается вот этой богородицкой девичьей обители, то у нее была своя очень такая удивительная история, и казанская икона была главной святыней этого монастыря. А вообще то время, это своего рода, вот когда явилась казанская икона, это как бы торжество православия, когда благодатным образом и в чудесах является слава Божия, и Пресвятая Богородица, она вот явно осеняет людей. Но люди русские проходят много испытаний, и наступает смутное время. То же Дмитрий Первый, то же Дмитрий Второй, то, значит, сами бояре раздирают государство, тянут туда-сюда, то хотят передать уже польскому королю, и в конечном итоге, значит, польские войска действительно оккупировали Кремль. И Господь своим промыслом в это время вперед выдвигает священномученика Ермогена, он в 1606 году становится патриархом, он в самый разгар смутного времени оказывается в Москве, именно он выступает против иноземных захватчиков, он выступает за объединение и сохранение русского государства, и он своими проповедями вдохновляет русских людей, тогда его заточают, прячут в темнице, где морят голодом, а он рассылает грамоты. И вот вдохновившись этими грамотами, возникает первое ополчение в 1611 году, и уже туда посылается список с казанской иконой Божьей Матери. Вот это первое ополчение, оно смогло освободить Новодевичий монастырь, но, к великому сожалению, потом распалось, был убит предводитель этого ополчения Липунов, и в летописях говорится, что в первом ополчении с недостаточным благоговением отнеслись к образу Пресвятой Богородицы, и, видимо, благословение Божие не сопутствовало ему. Но священномученик Ермоген продолжает рассылать грамоты. Он призывает русских людей постоять за Дом Пресвятой Богородицы, за чудотворцев и за веру православную. А Дом Пресвятой Богородицы это и есть Россия, это и град Москва, украшенная многими церквами, где почитание Божьей Матери всегда было очень и очень велико. И на грамоты священномученика Ермогена откликаются князь Дмитрий Пожарский, Казьма Минин. Они идут в Москве, это уже второе ополчение, и они принимают вот этот вот список иконы Казанской, Казанской иконы Пресвятой Богородицы, и именно им Господь дает освободить Кремль. Здесь есть несколько важных моментов. Собственно, 22 октября, вот то, что сейчас как раз приходится на 4 ноября, вот по новому стилю, ополчение Казанской иконы Пресвятой Богородицы, оно уже в центральных частях города Москвы, а затем поляки потерпели окончательное поражение. И вот есть интересное свидетельство архиепископа, греческого архиепископа Арсения Элосонского. Он в это время как раз находился в самом Кремле, он был очень болен, да, он молился, и вот ему является преподобный Сергий Радонежский и говорит, «Наши и ваши молитвы услышаны предстательством Пресвятой Богородицы, суд Божий изменен на милость, завтра Москва будет в руках осаждающих и Отечество будет спасено». И после этого откровения архиепископ Арсений тут же чудесным образом получает исцеление, потом он рассказал про это видение, и действительно, наши ополченцы в итоге входят в Кремль, впереди они несут казанскую икону Божьей Матери, и вот так Божья Матерь, она действительно явила свою милость, причем с момента обретения иконы вот до этого события прошло ровно 33 года. Все это в каком-то смысле связано со священномучеником Ермогеном, и вот событие обретения иконы это летний праздник, то, что мы сейчас отмечаем 21 июля, а освобождение Кремля, спасение от иноземцев это уже осенний праздник, то, что мы каждый год встречаем 4 ноября. И еще добавим, братья и сестры, что князь Дмитрий Пожарский, он настолько любил и почитал этот вот образ казанской иконы Божьей Матери, что именно он, именно Дмитрий Пожарский построил на Красной площади храм в честь казанской иконы, знаменитый храм, где и хранилась эта икона, но еще раз добавим, что это был список с чудотворной казанской иконы, и он известен как московский казанский образ, а был еще петербургский список, да, тоже своя такая вот длительная история, и уже в начале 18 века, вот когда Петр I уже только-только основал Петербург, уже там тоже появилась казанская икона. Есть вот такое предание, что святитель Митрофан Воронежский, у которого была своего рода дружба с Петром I, и он ему так сказал, что покуда икона казанская будет находиться в городе, его никогда не смогут захватить враги. И действительно, так получилось, что из Шведа пытались с севера идти, и потом войска Наполеона, и Великая Отечественная война, и ни разу город Санкт-Петербург, хотя там его называли, допустим, Ленинград, все равно его не смогли захватить, а казанская икона, она действительно все время была в каком-то храме в Петербурге, чего вот, к сожалению, нельзя сказать про город Москву, но и про ту же самую Казань. И сам Петр I, когда вел войну против Карла XII, война вообще, она складывалась очень тяжело, мы помним, что в 1700 году русские войска потерпели поражение под Нарвой, но вот в 1709 году, когда вновь обострилось вот это вот противостояние, то Петр I взял с собой один из списков казанской иконы Божьей Матери из села Коплуновка Харьковской губернии, и есть такая удивительная история, когда Карл XII, а к нему присоединился Иван Мазепа, он выступил как предатель, и вот они как раз пришли к селению Коплуновка в Харьковской губернии и хотели сжечь храм, тот самый храм, где хранилась икона Божьей Матери, но ее как раз оттуда вывезли, и вот пытались сжечь храм, а храм не горит, и Карл XII спрашивает Мазепу, а что это такое, почему храм не горит, ну тот отвечает, так здесь вот хранилась икона Божьей Матери, чудотворная, и вот Божья Матерь, она чудеса совершала, и тогда Карл XII произносит, вот если мы не можем сжечь храм, в который, значит, икона хранилась, а сейчас ее нет, то как же мы сможем победить войско, если там будет присутствовать чудотворная икона Божьей Матери, в общем-то, так и получилось, потому что казанская икона сопутствовала Петру I, и в решающем сражении под Полтавой Карл XII претерпел сокрушительное поражение, вот так казанская икона Божьей Матери, она осеняла русское воинство, списки с нее распространялись, и уже стали почитаемы вот отдельные какие-то списки по местам, и мы знаем, что в Петербурге был построен Казанский собор, это вот в 1811 году он уже был завершен, и там как раз помещен петербургский список с казанской иконой Божьей Матери, вот когда уже война с Наполеоном, и Михаила Илларионовича Кутузова назначают главнокомандующим, то он перед тем, как отправиться в войска, идет в Казанский собор, молится перед чудотворным образом Божьей Матери, и уже как бы вот приняв благословение Пресвятой Богородицы, приступает к своему делу, и вот как бы не было трудно народу, все удавалось преодолевать, вот какие бы испытания там, воины, нашествия, сражения, как бы ни было кровопролитно, все равно с Божьей помощью, потому что молились Пресвятой Богородице, все удавалось завершать победы, и так было вплоть до начала 20 века, когда вдруг молитва в русском народе стала оскудевать, а распространялось безбожие, а вот где безбожие, там рушится дух русского человека, происходит такое вот растление, самоуничтожение изнутри, и тогда вот и внешний миропорядок начинает тоже разваливаться, и тогда люди утрачивают благословение Божие, и вот к великому сожалению мы должны признать, что чудотворный образ, казанский образ Божьей Матери, тот самый, который найден был десятилетней девочкой Матроны, он был утрачен, это произошло в ночь на 29 июня 1904 года, когда вот в Казани, вот в этом девичьем Богородичском монастыре, в соборе, где хранилась чудотворная икона, туда прокрались грабители, имена их известны, и главарь шайки Варфоломей Стоян по прозвищу Чайкин, он взял такое прозвище, потому что некогда был известный разбойник по фамилии Чайкин в Казанском крае, и вот он как бы бравировал этим именем, вот этот Варфоломей Стоян, он с подельниками пробирается ночью, и сторож их увидел и закричал, караул грабит, это услышала одна из послушниц, она побежала за помощью, но когда пришли, то увидели, что значит сторож, он уже связан, а икона чудотворная казанская, она похищена, похищен был также образ спаса нерукотворного, и конечно же власти тут же включились, значит стали искать, и через некоторое время нашли этих преступников, но икон у них не было, они промышляли граблениями храмов, они снимали оклады, ну дело в том, что люди из благодарности всегда вот жертвовали на иконы, потому что кто-то получал по молитвам о исполнении своих просьб, и тогда вот приносил какое-то пожертвование, и делались дорогие оклады, и вот преступники они позарились на эти дорогие оклады на иконах, снимали камни, там драгоценности, продавали все это, а что же сама икона, и вот было продолжительное следствие, но вот этот вот стоян и его подельники, они молчали, они так и не говорили, но у подельника у него была сожительница, и вот мама его сожительницы сказала, что она видела, как вот этот преступник, он рубил топором иконы, бросал их в печь, и они были сожжены, действительно, когда осматривали печь, то нашли остатки сожженных икон, но возникло очень много таких вот споров, предположений, потому что сами преступники так ни слова не сказали об уничтожении, кто-то считал, что они продали, может быть, продали каким-то старобрядцам, которые особенно хотели сохранить этот образ, может быть, как-то еще этот образ оказался спрятан, но так или иначе чудотворный казанский образ оказался утрачен, это пришлось на эпоху безбожия, вот люди, русские люди стали отворачиваться от Бога, распространился цинизм, такое вот надсмехательство над верой, и стали утрачивать благословение Божие, вот знаком этой утраты и стала пропажа чудотворной иконы, кстати, в 1918 году в Москве из Казанского собора на Красной площади тоже пропал чудотворный список с казанской иконы. Конечно, нам хочется, чтобы святыни не подвергались такому разрушению или чтобы Господь являл какую-то чудесную силу в защите своих святынь, но ведь Господь, Он добровольно предал себя в руки злодеев, чтобы пролить честную кровь за грехи всех людей, да, то есть в каком-то смысле Господь же на земле тоже проявил некую немощь, отдав самого себя, да, и добровольно был распят, и вот когда на земле совершается гонение на церковь, то не только вот исповедники веры, христиане, священнослужители подвергаются гонениям, пыткам, мукам, и Господь же все это попускает, не так, чтобы прямо чудесную силу явил, и все, никаких мук и страданий нет, но выковывается вот это вот звено искренних исповедников веры, молитвенников тоже за весь мир, но в то же самое время и святыни, они тоже в ряду вот этих исповедников, гонимых подвергаются разрушению, подвергаются уничтожению, и это все вполне понятно, но Господь не покидает Россию, и Божья Матерь на самом деле все равно не отворачивается, невзирая на то, что вот ряд людей отвернулись от Бога, и множество списков сказанской иконы, они уже распространили среди верующих людей, и поэтому когда началась Великая Отечественная война, то вот есть описания такие, ну прям вот те люди, которые в то время находились в Москве, как они выходили на улицы и небольшие иконы, вот образ Казанской, иконы Божьей Матери, прятали под одежду, ходили, произносили молитву, чтобы Господь оградил и спас столицу нашу, наш град Москву. И есть интересное свидетельство со стороны бойцов, солдат 62-й армии, той самой армии, руководимой генералом Чуйковым, которая защищала Сталинград, битва была просто вот кровопролитная, 6 месяцев защищали город, да, и немецко-фашистские войска, они оттесняли, оттесняли нашу армию, та оказалась прижата к Волге, потом рассечена надвое, то есть два таких вот островка осталось, но непостижимым образом, вот как сами фашисты потом говорили, что сопротивление советских войск было сверхъестественным. И потом, значит, вот есть такой документ, который написал уполномоченный по делам религии Ходченко, он этот документ направил к руководителю Совета по делам религии Карпову, и он там описывает, что бойцы 62-й армии рассказывали про божие чудо, которое явилось в небе над ними, но сам вот этот Ходченко, он подробно не описывал, а только говорил именно про божие чудо, про то, что солдаты вот об этом свидетельствовали, что оно было в небе над Сталинградом, а сами солдаты рассказывали, и это тоже зафиксировано, что оказывается именно казанский образ Божьей Матери, он явился в небе над русскими воинами, они видели и воспринимали это как благословение Божие и были этим вдохновлены к дальнейшей защите. То есть, Божья Матерь, она не покидала русских людей, вот невзирая на все вот эти безбожие гонения, на атеизм, материализм, и когда уже конец Великой Отечественной войны, уже, значит, советское правительство, естественно, оно обернулось лицом к церкви, и вот перед битвой за Кёнигсберг уже священники, наши священники совершали молебен перед казанской иконой Божьей Матери, и после этого сражение увенчалось победой, причем, значит, там вот есть тоже свидетельство, с противоположной стороны, вот пленные немцы говорили, что они вдруг увидели в небе удивительную жену, которая вот со стороны русских находилась, то есть явилась сама Божья Матерь, покровительница и ходатайца, и она являет себя и через казанский образ, и через смоленский, через Владимирскую икону Божьей Матери, через множество других образов, невзирая на то, что люди уничтожают ее иконы, сама помощь Пресвятой Богородицы, она неуничтожима. И еще вот, братья и сестры, мы должны сказать, что есть, конечно, такая немножко таинственная история, связанная с еще одним чудным списком, и даже думали, может быть, и есть этот вот, тот чудотворный образ, казанский образ из самого града Казани, который вдруг появился на Западе. А каким образом? Ну, дело в том, что в 1920-е годы многие наши ценности распродавались, и святыни в том числе, и дорогие иконы с окладами этими изумительными, они тоже продавались на Запад, и были люди, которые специально это выкупали. Вот так вот появляется образ казанской иконы Божьей Матери в необыкновенно дорогом окладе, где драгоценные камни, они как вот большие лесные орехи. И вот на Западе икона перекупалась то одним богатым человеком, то другим, они считали, что это очень выгодное вложение денег, а потом вдруг в один день ее выкупает такой вот был путешественник, археолог, исследователь Фредерик Митчелл Хеджес. Надо сказать, что вот этот Фредерик Митчелл Хеджес, он был немножко авантюрный человек, и вот его путешествие, значит, и риск жизнью, и всякие вот исследования, он считал, что чтобы жить не напрасно, нужно постоянно вот какие-то приключения, игра там со смертью, вот, постоянные какие-то опасности, и вот когда к нему попадает икона казанская, наша казанская икона, вдруг что-то в его душе начинает меняться, и он почувствовал что-то вот особенное в своем личном отношении к этой иконе Божьей Матери, и впоследствии, когда его просили, допустим, продать икону, то он всегда отвечал, что икона не продается ни за какие деньги, то есть он считал, что икона бесценна, вот, значит, а там в то время ведь уже русские мигранты, значит, да, и великие князья, княгини, все те, кто успел вот спастись от гонений, они уже узнали, что у него икона, и очень просили, вот слезно умоляли, чтобы он позволил привезти вот эту икону, и они могли бы помолиться, да, а кто обращался непосредственно? Обращалась великая княгиня Ксения Александровна, это младшая сестра Николая Второго, она жила вот за границей, там, да, и дети, в общем, и прочие романовы, им особый замок выделил король Англии Георг Пятый, вот тот самый Георг Пятый, который очень был похож, ну, внешне похож на нашего императора Николая Второго, да, ну, их воспринимали все-таки как своих в каком-то смысле там, и вот, значит, были вот эти помещения, где жила Ксения Александровна, сестра Николая Второго, и другие романовы там тоже появлялись, и вот они очень просили, чтобы икона Казанская была принесена, ну, а надо сказать, что вот этот человек, Фредерик Митчелл Хеджес, он был в этом смысле достаточно добродушен и открыт к людям, и он думал, что, значит, встреча икон, она будет такая конфиденциальная, не очень много соберется там народа, когда он принес икону и заходил в помещение, а помещение, оно все заполнено, там, значит, и духовенство, священнослужители, и дворяне, и великие князья Романовы, и впереди выходит великая княгиня Ксения Александровна, и когда она увидела Казанскую икону Божьей Матери, то она заплакала, она упала на колени и стала молиться, вот настолько это откликнулось в ее сердце, и все горячо молились, прикладывались к образу, то есть, эта икона, она стала вот почитаемой на Западе, хотя хранилась вот именно у этого Хеджеса, он приобрел особый замок в Орлее, где икона могла сохраняться, ну, в безопасности, очень тяжело было туда пробраться грабителем, да, но всегда, когда приезжали вот русские эмигранты и просили приложиться, к иконе он всегда пускал, и это все всегда было бесплатно, и вот трудно сказать, каким образом, но стала зарождаться вот такая мысль, и в среде русских эмигрантов, и у самого вот этого Хеджеса, о том, что если икона Божьей Матери вернется в Россию, то как бы вновь благословение Пресвятой Богородицы осенит русский народ, да, ну, и мрак без Божий, он будет развеян, и вот, может быть, в конечном итоге из-за этого, да, вот этот вот Хеджес, он вдруг решил обратиться к советскому правительству, чтобы именно советское правительство и приобрело у него икону, и была переписка, но в итоге этой переписке, вот не очень точно понятно, что там ему ответили, но настолько он стал вот уже после этого настороженным и тревожным, что уже боялся проникновения агентов, которые могли выкрасть икону, которые могли убить его самого, и с тех пор он даже ложился спать всегда вот с оружием, настолько вот стал он беспокойным. А перед своей смертью он завещал, чтобы в конечном итоге все-таки казанская икона, она стала доступной русской православной церкви, но чтобы в руки безбожникам не попалась. Ну и представьте, это же советское время, да, как там было исполнить это, потому что если бы переправили в Россию, то тут же завладели бы этой иконой безбожники, все было подконтрольно, тяжело было это осуществить, но вот преемницей Хеджеса стала его дочь по имени Анна, и вот она уже предложила архиепископу Иоанну Шаховскому приобрести эту икону, причем стоимость, эта стоимость была только оклада с драгоценными камнями, и тоже немалая, 500 тысяч долларов, но сама икона, она в эту стоимость не входила, потому что по мнению Анны, так же как и ее отца Хеджеса, икона бесценна, и она не могла продаваться. Однако даже вот такие деньги не смог найти архиепископ Иоанн Шаховской, и собрать среди иммигрантов их не удалось, ну и что, пришлось на время все это отложить, и вдруг проходит два года или сколько-то еще времени, и архиепископ Иоанн узнает, что икона вдруг появляется в городе Сан-Франциско, и теперь она хранится в подземном помещении одного из банков Калифорнии, и русское духовенство и православных христиан стали приглашать туда служить молебны. Вот так вот то, о чем переживал архиепископ Иоанн Шаховской, оно исполнилось, то есть он стал служить молебны перед казанской иконой Божьей Матери, сначала вот в этом подземном хранилище, а потом икону даже стали выносить наверх, и она стала ближе к людям, и не раз возникали вот эти мысли выкупить икону, и даже производился сбор, но каким-то образом все это рушилось, и получилось так, что в конечном итоге, когда стоимость вот этого оклада тоже выросла, там чуть ли не на двух миллионов долларов, то ее выкупают католики, католики, если сравнивать вот с нашими эмигрантами, которые уехали на запад, и в очень тяжелых условиях находились, у католиков, конечно, была более мощная финансовая база, в конечном итоге католики приобретают эту икону, и некоторое время она находилась в Фатиме, и вот этот вот список, который оказался у католиков, потом он, значит, в сам Ватикан попадает, к римскому папе Иоанну Павлу II, и поэтому он стал называться Ватиканский список казанской иконы Божьей Матери, и что удивительно, что Иоанн Павел II сразу же вот стал почему-то говорить о передаче этой иконы русской православной церкви, а потом получилось так, что рушится советский строй, патриархом становится Алексей II, уже были переговоры именно с ним, когда он еще только митрополит Ленинградский, митрополит Алексий, вот он становится патриархом, святейший Алексий II, патриарх московский всея Руси, и переговоры достаточно долго продолжались, и все это завершилось тем, что в 2004 году икона Божьей Матери Казанской, вот этот так называемый Ватиканский список, она передается действительно в Россию и помещается на свое историческое место в восстановленный Богородицкий Девичий Монастырь в городе Казани. Конечно, братья и сестры, вот мы коснулись многих таких перипетий, в том числе исторических перипетий, но за всем этим проглядывает вот забота Божьей Матери о России. И возвращение тут, пусть это всего лишь список, но список очень почитаемый по оценкам искусствоведов, это начало XVIII века, но это возвращение в каком-то смысле знаменность, что и сами русские люди стали опять возвращаться к Богу, стали вспоминать про Божью Матерь, молиться, и Божья Матерь вновь являет свое благословение русскому народу. Конечно, у каждого из нас есть какие-то вот свои просьбы, свои личные переживания о близких, о родных, о наших семьях, о судьбах нашего Отечества, и мы можем всегда помолиться Пресвятой Богородице, даже если перед нами нет самого этого образа, Казанской иконы Божьей Матери, но ведь Пресвятая Богородица, она всегда и везде нас увидит и услышит, и мы можем от самого сердца помолиться к ней, чтобы она явила нам свою милость, потому что она заступница рода христианского, она нашеходатается пред Богом, она покровительница православных людей, и поэтому, встречая праздник Казанской иконы Божьей Матери, возблагодарим Бога за эту удивительную историю взаимоотношений русского народа и Пресвятой Богородицы, за то, что нам даются даже где-то вот такие жесткие уройки, утраты, но потом вновь приобретения, и все равно благословение Божьей Матери, оно не спосылается всем. От самого сердца вознесем к ней наши молитвы. Пресвятая Богородица, спаси и сохрани нас грешных. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok